На проспекте Ямашево столкнулись две иномарки. Обе машины направлялись в сторону улицы Адаратского. По словам очевидца, Хонда, которую подрезал другой автомобиль, наехала на поребрик и отскочила на проезжавшую рядом Тойоту. Ни один из водителей вину за произошедшее на себя не взял. Все участники аварии остались на месте ДТП в ожидании сотрудников дорожной полиции. На улице Кулгали пострадал припаркованный Фольксваген. Предполагаемый нарушитель, по словам очевидцев, направлялся из поселка Салмачень. После столкновения Фольксваген врезался в соседнюю машину. Место аварии предполагаемый виновник покинул, но камеры это ДТП зафиксировали. На видео видно, как темный автомобиль направляется в сторону улицы Габишева по улице Кулгали. Несмотря на низкую скорость, машина въезжает в припаркованный у обочины Фольксваген, который в свою очередь задевает соседнюю иномарку Киа. Мы с сыном вышли, ну, чтобы уехать, и обнаружили, что мой автомобиль прижат к другому, впереди стоящему автомобилю. Мы сначала ничего не поняли, думали, что в меня кто-то въехал спереди. А когда зашли назад и увидели, что повреждение на моем заднем бампере, от того, что кто-то сзади в меня въехал. По словам Татьяны Архиповой, водителя Фольксвагена, нарушитель с места ДТП скрылся. Однако наши свидетели, которые успели запомнить марку и номер машины. Нам ребята, он с соседнего дома, с 34-го дома, с балкона, руками машут. Мы подошли, спросили, вот, якобы, видели машину, то, что ударила заднюю часть Фольксвагена, развернулась и скрылась в сторону, стал лучше. Водителю Киа повезло больше автоледи. На его машине от удара только пара царапин. По предварительным данным, автомобиль, устроивший ДТП, это черный Ниссан Тиана. Приехавшие на место ДТП сотрудники дорожной полиции изучили записи камер видеонаблюдения. Они должны помочь найти нарушителя. Сегодня утром в центре города произошла авария. На перекрестке улиц справа Булачный и Ташаяк столкнулись две лады. Приора ехала по Булаку в сторону Кремлевского моста. В этот момент Гранта начала поворачивать с профсоюзной на Ташаяк. Оба автолюбителя остались на месте ДТП до приезда сотрудников дорожной полиции. По словам водителя Приоры, в аварии виновен хозяин Гранта, так как не пропустил машину, которая двигалась по главной дороге. Я ехал прямо, а человек выезжал с второстепенной дороги. Он выезжал сюда и не пропустил меня. Соответственно, всё, я в него ехал. Во время раскопок рабочие обнаружили человеческие останки. Всё произошло на одной из строек в набережных Челнах. По словам очевидцев, кости лежали в земле недалеко от автомобильной заправки. Пустырь возле АЗС на Казанском проспекте начали застраивать. В ходе земельных работ водитель бульдозера заметил человеческий череп, а потом увидел и другие кости. О страшной находке он сообщил сотрудникам полиции. В ходе осмотра половая и возрастная принадлежность, которых установлено, не была. Назначены соответствующие экспертизы. На данный момент ведётся проверка. Предварительно судмедэксперты заявили, что смерть смогла наступить примерно два года назад. Участок земли по периметру огорожен. Поэтому следователи предположили, что человек прошёл на территорию ещё до строительства базы. По всем пропавшим будет осуществляться поиск, так как были обнаружены и вещи умершего, так скажем. Это футболка, рубашка и штаны. Есть надежда, что родственники узнают эти вещи, и личность человека будет установлена. В Ахитовский районный суд передано уголовное дело в отношении 25 предпринимателей. Бизнесмены обвиняются в мошенничестве по программе «Лизинг-грант». Несколько лет назад в Министерстве экономики республики в нарушениях при проведении процедуры предоставления крупных грантов заподозрили 8 фирм. По материалам дела похищенными считаются почти 22 миллиона рублей. На данный момент из 25 обвиняемых в следственном изоляторе находится только Хайдар Халиуллин. Первый обыск в офисе президента Ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана полицейские провели ещё в октябре 2016 года. Тогда предпринимателю было предъявлено обвинение в мошенничестве. Злоумышленники путём подделки документов по популярной программе поддержки предпринимательства получили незаконную субсидию в размере 1 миллиона рублей каждой. Полученные субсидии не направлялись на цели по развитию и созданию рабочих мест, а похищались с использованием реквизита фирм. По данным следствия, в роли одной из подставных фирм выступила компания по производству рыбы и водных биоресурсов. В 2015 году директор предприятия передал через обвиняемых пакет фиктивных документов, содержащих необходимую для получения грантов информацию. Министерство экономики тогда перевело на счета компании почти 3 миллиона рублей. Будучи в сговоре с учредителями 20 фирм по отдельным договорам о предоставлении оборудования в лизинг, обвиняемые похитили в общей сложности порядка 22 миллионов рублей. Кроме этого, им вменяется покушение на хищение еще 18 миллионов 300 тысяч рублей, выделенных в рамках реализации программы субсидирования развития лизинга оборудования. Дело о многомиллионном хищении будет рассматривать Вахитовский районный суд. Разыскивается без вести пропавшая жительница Нижнекамска Раянова Разеля Закировна, 1941 года рождения. 3 апреля этого года женщина вышла из дома, и по настоящее время о месте ее нахождения ничего не известно. Приметы. Рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые. Была одета в синюю куртку, на ногах черные сапоги, на голове красный платок. Просьба ко всем, кто может сообщить какую-либо информацию об этом человеке, звонить по указанным номерам. Редактор субтитров А.Семкин